здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика быстренько оперативно вяжу вам девчонки шорты пока еще лето только разгулялась значит я вяжу из вот этой вот пряжи завтра или послезавтра выложу видео обзор на нее привязки на пряжу нет никакой все видео будет построено на том чтобы вы смогли связать именно на себя на свой размер так что я вооружилась фломастером тетрадкой и все буду рассказывать информации будет очень много видео как варьировать как связать разными как бы разные варианты шорта все я буду обговаривать в течение как бы всего объяснения поэтому смотрим внимательно и далее уже вяжем шорты какие мы себе хотим да вот я буду вязать в два сложения это пряжа у меня 50 граммах 305 метров то есть я буду вязать в два сложения это 305 метров 100 граммах если вязать в два сложения но это опять же я вижу в два сложения потому что я хочу побыстрее потому что еще хочу и крючком связать если летний вариант вяжите то конечно выбирайте летние нитки если вот у меня будет более такой зимний вариант то он пара прокатит и в два сложения вот девчушечки мои так теперь что мы делаем первым делом мы вяжем образец меряем свою вот в широком месте то есть нам нужно набрать петель чтобы мы все нам села как бы я набираю 140 петель вязать буду в круговую можно вязать кто новичок можно вязать не надеть деталями если вам это будет проще но мне кажется что будет не проще еще сложнее так набираю я вот каким способом 140 петель довольно свободно и так что 40 петель я набрала первый ряд вижу просто не в круговую а так первый ряд провязываю эти петли лицевыми далее я это соединив круговое вязание сейчас пока вижу скажу вам девчонки узор я рассматривать не буду потому что я даю вам основу я по бокам пущу он будет отдельное видео на этот узор разбор узора но я считаю там я видела в интернете очень много как бы вариантов до узора поэтому там и косы и араны я такой более такой попроще узор выберу выбрала но его я покажу я еще буду в детском жакетике его использовать вернее я уже его использовал уже сняла видео на его еще нет на канале вот поэтому он мне нравится он простенький поэтому я буду использовать его а вы смотрите выберите по сложности по предпочтениям как вам нравится и расположение я больше буду располагать как бы в переднюю часть заднюю задняя будет гладкая вот вы тоже тоже видела в интернете эти шортики уже когда столкнулась с этой темой уже поискала посмотрела там очень многие и как бы разное расположение до узора поэтому тут вы уже варьируйте по своим предпочтениям у вас будет основа как их связать и узор уже выбирайте сами вот все нюансы там я еще буду обговаривать так вот по поводу вот это и вот набора петель что хочу сказать я набираю потому что я буду делать как бы подгибку поэтому мне с таким набором удобнее оно такое нежное полотно получается если вы его потом присоединяете вот если же вы будете вязать вариантов очень много если вы вяжете ценную резину куда допустим высокую посадку и вам нужно вот эту резиночку высокую связать то набирайте как каким-то красивым набором чтобы был вот этот вот краешек красивеньким а вот далее что хочу сказать если хотите я буду делать маленькую подгибку если хотите возможно и его сделать шире и вставить туда резинку возможно тоненькую как я и вставить тоненькую для резиночку для фиксации девчонки я думаю это вы уже все домыслите вот такие вот нюансики маленькие так провязала я ряд до конца вот и теперь я просто выравниваю и соединяю это вязание в круг и вяжу лицевыми петлями эту подгибку столько сколько в зависимости от того какую резинку вы хотите либо как какой поясок вы хотите это уже приспосабливайте я наверное рядов 10 провяжу и и все вот так вот в круг и вяжем и так девчонки я провязала 9 рядов это исключительно в целях экономии времени поэтому вы пояс делайте так как хотите как 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 вы задумали вот варианты я сейчас накидаю или уже накидала видео но я думаю вы это все видели да так что я сделала за эти девять рядов разделила по 35 петель то есть на 4 равные части разделила вот это допустим будет задняя часть это передняя здесь я сделала две дырочки 8 петель от центра влево и вправо накид 2 вместе две дырки для шнурка вот такой вот тоненький у меня будет поясок а вы лишь говорю делайте что что хотите пока я маркеры оставляю сейчас что я буду делать мне нужно соединить как бы подшить эту я петлю переснимаю на правую спицу зацепляю эту же петлю внизу одеваю на левую спицу возвращаю петлю и провязывая их две вместе снова переснимаю теперь уже здесь одеваю и провязываю вместе где-то я уже такое вязала на джемпере то есть подшиваю таким вот образом для этого я набирала тем способом чтобы было понежнее вот и так по кругу я делаю все подшиваю как бы все петелечки пока не закончу здесь так девчонки вот видим да я прошлась по кругу вот так вот это и выглядит с изнанки понятное дело что это можно подшить и вручную либо связать полой резинкой но полая резинка вы не сделаете вот эти дырочки хотя можно просто и не делать дырочки можно связать полой резинкой потом перейти на круговое вязание и вязать в общем выбор за вами девчонки огромное количество вариантов вот так что теперь хочу вам рисовать вот вот этот как бы вот эта деталь разделена на четыре части вот это передняя деталь боковышечки и задняя и сейчас сзади нам нужно поднять нам нужно вырезать вот здесь вот клин своеобразный росток ну по сути он и есть росток но для шортов чтобы поднять заднюю часть и опустить переднюю чтобы это было натуральнее потому что я смотрю вот эти вот обязательно будем незаконченными рядами щас начну вязать и буду вам рассказывать девчонки значит начинаю я с 15 петель поворачиваю работу делаю воздушную петлю и вяжу изнаночными петлями 15 петель до маркера и 15 петель после маркера и поворачиваясь и делаю еще одну воздушную петлю и вяжу в обратную сторону то есть видите я вяжу незаконченными рядами вот что хотела сказать здесь уже мне считать не нужно вот что хотела сказать что просмотрела эти все как бы в интернете что нашла и пришла к выводу что очень по моему одни шортики я нашла вот с этим ростком вот а все остальные связаны ровным прямоугольник в самом потом увидите я еще буду делать паховый вот этот вот выемку посмотрите да и все у них одинаково спинка и задняя часть передняя частью одинаково и это выемка одинаково и думаю как же они сидят я понимаю что вязаная вещь она приспосабливается но все равно что нужно соблюдать какие-то правила выкройки вот так довязала я вот до этого воздушной петли и ее я провязываю 2 вместе со следующей петлей то есть я соединяю и вяжу еще пять петель 345 то есть всего еще я с полотна взяла 6 вот где провязала вместе так и так здесь поворачиваем делаем снова вот этот вот захват воздушную петлю и вяжем в обратную сторону вот и штука что о чем я говорила о том что не делают вот этот росток хотя это ошибка очень большая девчонки потому что вы же понимаете если не будет вот этой выемки на заднюю часть такого у вас передняя перед залезет наверх а сзади у вас будет все опускаться вниз вот понятное дело что фото сфотографировать можно это все дело и в таком виде но в носке девчонки я сам не то что я сомневаюсь я уверена что это будет неудобно неправильно и все у вас будет перемещаться вперед а сзади опускаться вот так вот я приблизилась и вот эту я провязываю со следующей изнаночной и еще провязываю 5 петель и поворачиваюсь снова делаю воздушную петлю теперь лицевой ряд то есть мы что мы сейчас сделали здесь у нас по центру 10 и вот таким вот образом мы вяжем и тут добавляем по 6 петель продолжаем и так девчонки вот смотрите видите сейчас я посчитаю сколько раз я сделала этот шесть раз с каждой стороны по 6 раз как вы видите я зашла даже прям на переднюю часть пусть вас это не пугает это совершенно нормально сейчас сзади я вам измерю сколько высота 4 сантиметра всего высота вот этого клина теперь теперь мы вяжем выбираем вот вот у нас задняя часть вот это передняя часть теперь пускаем косы там где мы хотим понятное дело если хотите нас на задней части то вам уже нужно было их вывязывать вот это внимание на этот момент вот я сейчас вот здесь вот я хочу пустить эти узоры как бы сдвинуты к переду вот в общем выбираем на свое усмотрение и вяжем ровное полотно вот где-то высота вот этого высота должна быть вот примерно так ну тоже индивидуально 12 сантиметров вот я как гульфик как гульфик у у брюк вот эта часть она у нас идет ровная вот 10 12 сантиметров если маленький совсем размер то и 10 хватит больше не нужно вот вот тоже меряйте девчонки это очень индивидуально меряйте по каким-то своим шортам по брюкам по себе вообще меряйте все до до вот этого способ который у нас на штанах идет да вот здесь вот у нас гульфик либо здесь здесь вот резинка у нас либо пояс вот эта часть у нас идет ровная а дальше у нас идет там где нога идет вот этот скос он до этой части мы вяжем ровное полотно и так мои хорошие вот смотрите я провязала сейчас я уже разделила это вернее не разделила вот мои дырки да поняли вот шорты и а у меня заговорил вот задняя часть у нас выше если вы вяжете высокая посадка то конечно у вас здесь резинка либо такая резинка у меня они на бедрах опять же повторюсь дабы сократить время вот сэкономить время и так значит вот увидели да вот это наш передняя часть задняя часть которая выше сейчас я измерю но это все очень индивидуально смотрите по своему размеру по себе обязательно контролируйте на себе я просто ориентировочно вам измерю передняя часть которая короче у меня составляет 12 сантиметров плюс еще полтора сантиметра поясочек и задняя часть у меня составляет так значит 18 17 сантиметров и полтора сантиметра поясочек вот теперь я разделяю вот сейчас вот у нас это в таком виде если бы мы вязали как щем да то вот он наш передняя часть которая ниже вот она задняя часть это я рисую выкройку попадает в кадр попадает вот по сути вот это должна быть выкройка у нас мы приблизились вот в эту точку видите и теперь я буду разделять и каждую штанинку вязать отдельно вот одну петелечку я спустила вот то есть я поворачиваюсь и вяжу изнаночный ряд уже по изнанке до маркера то есть мы вяжем половину сейчас бы в идеале мне было бы переснять это все дело на другие спицы да и вязать вот этот ряд я уже довезу потом возьму другие спицы то есть узор мы вяжем не будут останавливаться на узоре девчонки потому что он отдельно так провязала я этот сейчас в лицевом ряду я покажу все добавления со стороны передней детали вот переда мы здесь будем добавлять по одной петле 1 1 1 1 1 количество опять же количество раз индивидуально это обязательно меряйте по себе либо по своим шортам либо по штанишкам спортивным да вот как то я могу сказать пять шесть петель но опять же у вас может быть другие нитки другая плотность какой угодно размер если это детский это вообще будет там раза три-четыре в зависимости от того или два если ребеночку год поэтому конкретных чисел здесь я говорить не будут но передняя часть впереди мы добавляем по одной петле а сзади мы добавляем по три петли как я сейчас буду вам показывать количество опять же повторюсь этих добавлений я не говорю конкретной девчонки доверьтесь своей интуиции так значит вот здесь вот у меня передняя часть вот она дырочка я снимаю кромочную петлю и делаю воздушную петлю и вяжу до конца ряда и так я даже довязала до конца ряда и здесь делаю вот одеваю 3 петли 1 2 3 поворачиваю работу и вяжу 1 изнаночный ряд вот так в каждом ряду я буду делать таким вот образом оси здесь изнаночными петлями то есть одновременно у нас добавляется по 4 петли 1 впереди а 3 сзади да потому что глубже нам нужно вырезать и глубже и вяжу ряд до конца в следующем ряду делаю так и так девчонки смотрите показываю положу так чтобы было понятно как бы по выиграть и нет не так вот так вот как нарисовано так и здесь у нас да вот видите вот здесь я добавляла по 3 петли здесь по одной вот такие вот у нас фигурные места получились по пять раз я добавила моем случае вы же смотрите девчонки далее что я делаю соответственно эту вторую часть смысл объяснять нет то же самое только вот она наша задняя часть вот она передняя чтобы не перепутать не сделать наоборот вот теперь я замыкаю все в кольцо еще лицевой ряд провяжу в общем сейчас да чтобы долго не объяснять я замкнулся в кольцо здесь в этом месте уже как вашей душе угодно вы хотите вяжите еще в длину хотите начин переходите на резинку если вы резинку не будете вязать то вяжите узором если вы хотите отворот я вот вот такой вот отворот перейдите на чулочную гладь и свяжите вот в длину сколько вам нужно для отворота это на самом деле легко потому что вы уже будете измерять и как бы вязать столько сколько вам нужно я же сделаю такую маленькую резиночку 2 на 2 опять же в целях ускорения и экономии времени вы же можете по длине резинку с отворотом чулочной гладью с отворотом узором закончить да тут уже ваше ваше дело краешки сделать какие-то узорчатые с узорчатым краем если нужно то пишите я сниму пару видео что как сделать краю ну красивые краешек вот в этом же видео у нас только основы то есть вот сейчас я эту часть вижу можно ее не в круговую вязать потом сшить шаговой шаговый шов вот поэтому определяйтесь сами я буду вязать в круговую и сейчас перехожу на резинку 2 на 2 так девчули я провязала 12 рядов 4 сантиметра и все я заканчиваю и заканчивая вот она моя половинка 1 видите вот так вот это выглядит вот теперь я точно так же сделаем вторую половиночку и потом вам покажу и потом вам покажу как сшить так еще покажу вам как связать шнурочек есть отдельное видео но чтобы вы не искали быстренько покажу шнурочек я буду вязать из четырех петель делается вот это это на носочных спицах вот провязываю все четыре петли у них первое всегда удобно это вначале девчонки и теперь вы просто вот так вот передвигая раз делаю протяжку сзади и опять же вяжем лицевыми петлями и это все все протяжки они затянут связала я и вторую ножичку и вот такое вот отверстие я вам его показываю вот видно да то короче которая длиннее это у нас идет сзади а вот это вот коротенько это впереди и что я сейчас делаю я сейчас складываю вот эту вот часть и просто ее сшиваю показывать как я сшиваю я думаю не буду вот вот немножечко зайти сюда как бы чтобы сделать этот шов как бы сойти на нет да заходим немножечко дальше то еще вот продену шнурок и на мочу разложу вот все что я сейчас сделаю покажу вам и так девчонки и так девчонки представляю вам результат вот пока мокрое я не очень на них как бы могу с ними манипулировать потому что мокрое вот положила разложила сейчас оно высохнет вот хотела просто вам показать вот видите разница вот он шел отсюда начинается вот сзади он не выше просто он вот вот здесь вот видите глубже вот это вот часть вот вот она тоже задняя часть выше шнурок что хотела сказать по поводу шнурка я его связала и хорошо разутюжила прям так распластала да вот ну и все все остальное сказал на протяжении видео все нюансы как можно изменить как можно связать все девчонки на сегодня все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока hmm ну и ну 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 Субтитры подогнал «Симон»